Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте! И с нами гости Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте! Дмитрий Орлов, здравствуйте! Это политологи, очень известные, очень любимые народом. И собрались мы обсудить некоторые последние события, которые, может быть, даже указывают на то, что Владимир Путин начал свою избирательную кампанию. Мы будем говорить, начал ли, не начал ли. Вас будем спрашивать, уважаемые слушатели и зрители. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и сообщений. И тот же самый вопрос, начал ли он кампанию, мы задавали прохожим. И познакомим вас с результатами этих наших похождений по улице. Давайте с сегодняшних событий начнем. Сегодня Владимир Путин собрал членов правительства. Вообще, несколько событий произошло, которые пока указывают на то, что он вообще-то готовится к премьер-министру, потому что он в связи с ним какие-то экономические вопросы решал. Собрал членов правительства и сказал, что очень все хорошо, все очень хорошо в экономике. Что, что там, ВВП увеличился на 0,2%, я пыталась подучить... Да, 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 это он сказал, так я учила перед эфиром, это я пыталась учить, переразучивать перед эфиром, а говорил-то он на самом деле. Итак, на 0,2% увеличился ВВП, промышленность подросла, а самое главное, что инфляция, цифры инфляции ждали, что будет 6, она увеличится, а она увеличилась всего на 5,4%. То есть увеличилась, но не катастрофично, не беспредельно. Это показывает на то, что Владимир Путин, указывает на то, что он хочет быть снова президентом с хорошими экономическими результатами. Вы знаете, из нас двоих кремлевским политологом является Дмитрий Орлов. И поэтому, конечно, ответьте на этот вопрос. И гордиться этим. Спасибо за рекламу, да. Но, так сказать, я хочу сказать, что это исключительно характеристика, которую Станислав Александрович... А когда Белковский кремль дает характеристику, она прилипает навсегда. Вот я посадил Ходоковского, помните? Он и сидел 10 лет. Нет, не я. Ну, не обольщайтесь. А, то есть она прилипла... Нет, нет, прилипла к Станиславу то, что он посадил Ходоковского навсегда. Это он имеет в виду. Да, да, да. Это правда. Вы знаете, я думаю, что динамика действительно позитивная. И, кстати, в целом ряде регионов, которые выше медиана, он, промышленный рост, намного, на самом деле, значительнее. Но и инфляция действительно самая низкая за историю новейшей России. А если сравнить с 80-ми годами, когда инфляция была, в общем, подавленная, да, и, значит, не публичная, но достаточно существенная, ну, про 70-е годы мы не говорим, про 80-е. В общем, я думаю, что на самом деле уровень инфляции относительно действительно невысок и позволяет менять и бюджетную политику, и кредитную политику, таким образом, чтобы и бизнесу, и гражданам было, так сказать, более комфортно. Вот. Что касается начала избирательной кампании, на прошедшем недавно съезде, 16-м съезде Единой России в январе, Дмитрий Медведев заявил о том, что не стоит торопиться с, значит, слишком ранним началом кампании. И мне кажется, он был прав... Тут же еще неизвестно, кто пойдет, но и фальстарт. Нет, он имел в виду, конечно, не это. Фальстарт, он вообще вреден в политическом процессе, тем более, что у Путина очень высокий рейтинг, и тезис, так сказать, главный, наверное, тезис его кампании, очевидный, да, о спокойной силе, восприятие, да, его как политика, которая спокойной силой обладает, это, так сказать, можно начинать транслировать намного, ну, относительно занедолго до, собственно, дня голосования. То есть интрига должна сохраняться? Должна сохраняться. Кто пойдет, пойдет ли вообще, да, вот это вот? Нет, я не об этом. Не нужно предпринимать заранее агитационных усилий. Агитационных усилий? Конечно, конечно, совершенно верно. Заранее предпринимать не надо. Особенно известно, когда известен исток выборов, то, конечно, ничего. То есть это мы вычеркиваем как усилие. Все, что он сегодня похвастался успехами в экономике, и не сообщив, что вообще-то сначала очень рухнули, упали, и все эти процентики, они все-таки идут от того, рост идет от колоссального падения. Я хочу ходить в магазин. Я могу назвать его адрес. Адрес этого магазина могу назвать. Он контролируется таджиком на Большом Властинском перилке в городе Москвы. Колбаса подорожала в два раза за последний год. Означает ли это, что инфляция 5,4%, как вы сказали, Дмитрий? Нет, это немножко этого не означает. Потому что я стал тратить на продукты питания вдвое больше, чем тратил хранч. Но вы в премиальном сегменте же покупаете, правильно? Я покупаю в маленьком мини-магазине. Это мини-маркет называется. На Малой Бронной улице. Несколько лет назад, то таджики меня спросили, а вы не русский? То, что я не русский, это очевидно. Я поляк по отцу, еврей по матери. Но почему они спросили? Потому что русские хамят всегда. А я никогда не хамлю. Я вежливый. Поэтому я выяснил, что я не русский. Так вот. Там все русские цены в два раза. Это значит, что инфляция составляет 5,4%, когда я, несчастный, не русский, Станислав Александрович Белковский и не кремлевский политолог по отличию от вас, тратят вдвое больше денег на продукты питания. Не на что-то такое. Не на Мерседес, не на Виллу, на Азурном берегу, в котором живут все кремлевские люди, только не я. Станислав, а почему тогда, вот смотрите, вот вы говорите вдвое. Можно сказать пару слов. Дело в том, что продукты вообще дорожают, конечно, быстрее, чем на общий уровень инфляции, потому что этот товар, спрос на который, выражаясь языком экономической теории, не эластичен по цене. Купят по любой цене. Тем более товар в премиальном сегменте... Конечно, купят по любой цене. А куда там деваться? В премиальном сегменте Станислав же не бедный человек. Значит, но инфляция... Так как вы имели сегмент, какая таджики. Подожди, но инфляция... Это обобщенное понятие. Нет, она, да, оценивает, так сказать, стоимость товаров и прирост этой стоимости на очень широкие товарные категории сюда входит. И, конечно, на продовольственные товары темп роста выше. Но я тоже хожу в магазин и должен сказать, что ни о каком двукратном росте ценов речи не идет. Можно я вас спрошу, смотрите обоих. Очень просто. Вот, хорошо. Вот сегодня это показывает нам по телевизору. Вот эти маленькие цифры, про которые он говорит. И большие цифры, цифры подъема и крошечное падение. И вот люди же смотрят это в телевизоре и говорят... Они говорят, как Станислав, по-простому. Как это так? Как это 5,4? Вот у меня колбаса в два раза выросла. И сыр. А сыр так вообще не о чем говорить. Вопрос, почему никто ему не возразит? Вот никто ему не возразит на каком-то таком уровне. Почему все... Нет, ну люди... Естественно, конкретный товар, который вам нужен, он может подорожать на 20%, на 40% и так далее. Но общий уровень цен он же учитывает. И там те же отпускные цены в промышленности тоже, правда ведь? Они могут быть... Он учитывает тарифы, которые относительно невысоко. И вот этот бывший, который сидит в телевизоре, он это понимает, что он же все это учитывает, поэтому все в порядке. Нет, он этого может не понимать и даже не понимает. Я пошел в магазин, оно подорожало на 15%. А кто-то, как Станислав, пошел в магазин премиальный, где импортные товары. Какой? Это же тот наш маленький магазинчик. И там подорожало в два раза, понимаете? У каждого всегда свой взгляд. У кого-то голубое небо, у кого-то... Да, у кого-то голубая ориентация. Послушайте, но сыр-то в три... Ну что вы со своей колбасой в два раза? Я-то вот терпеть ее не могу. Я сыр люблю. А сыр в три раза? Да, простите. В три раза подорожал сыр. Да нет, но я все пытаюсь понять, как ему это удается. Это все-таки... Ну вот, наверное, опять же, вот вы скажете, что Дмитрий это должен объяснить. Как ему удается? Вот он говорит, 5,4, у нас все хорошо. И люди верят, что у нас хорошо. И выберут его, потому что у нас хорошо. И при этом каждый будет говорить, как это 5,4, когда у меня колбаса в два раза, а сыр в три. Но ничего не бывает. Да? Потому что в своем я разработал принцип монархической легитимности Белковского. Монархический ритуал. Состоит он в следующем. Что монарх должен быть выше закона. Он сказал, что там есть несколько позиций. Но поскольку у нас мало времени в эфире, я скажу только одно. Монарх должен быть выше закона. Вот нужно сказать людям, что там у вас цены выросли в 10 раз? Нет, они выросли всего на 5%. Если вы в это не верите, я не монарх. Вот это и происходит. Вы знаете, дело в том, что у меня другой ответственный вопрос. В России не голосуют кошельком. В России голосуют, исходя из других оценок. Сердцем, которое... Оценок ценности. Иногда сердцем, кстати говоря. Иногда по привычке. Иногда в силу иррациональных соображений веры в монарха, о которых говорит Станислав. Иногда. И я думаю, что оценивать электоральную активность или мотивы людей исключительно в зависимости от того, насколько подорожала колбаса и степень доверия власти. Вот она на рубль подорожала или на 30 рублей. Конечно, абсурдно. Я уж не говорю о том, что... Но не любят людей. Именно Россия. Вы считаете, что именно в России такая специфика, что им все равно... Нет, при этом уровень... Я закончу просто мысль. При этом уровень доверия президенту, он вообще, так сказать... Никак не связан ни с чем. Он находится, да, в отрыве. Это действительно уникальная величина, так сказать, такой феномен общественного доверия, который не связан с текущими колебаниями, в том числе... Наша позиция, что падение жизненного никак не влияет на риску президента. Это очень хорошее объяснение. А мы со Станиславом Александровичем понимаем. Я его очень принимаю. Это объяснение, просто я хочу, чтобы мы поняли, что оно специфическое, оно очень российское. Потому что в другой какой-то там стране с неправильным мироощущением, у людей с непатриотичным, это очень скажется на результатах выборов. Знаешь, как все произошло? Ведь российская официальная пропаганда трактует выборы в Америке как-то очень специфическим образом. Типа, что в Америке придет к власти Владимир Ильич Путин. Ну, типа, да? Но на самом деле это не так. Потому что сначала американский народ, строитель коммунизма, отказал в доверии Хиллари Клинна, потому что это было слишком нарочито. Вот есть такой сериал «Молодой папа». Вы не смотрели его? Я на восьмой серии. Да. Он уже заканчивается. Я знаю. Но первый сезон заканчивается. И в конце вот самая гениальная сцена этого сериала. Я не знаю, кто написал сценарий этого сериала. К сожалению, виноват. Но этот человек недаром ест свой хлеб. Мне кажется, там какое-то большое произведение литературное в основе этого всего лежит. В конце сериала «Папа Римский» в Пи-13 сидит в ресторане в Венеции, который я хорошо знаю. Я там много раз был. Он сидит с своим секретарем. Охрана отделяет его от народа. Народ смотрит на римского папу. Выпущенный глазами. И секретарь говорит, что надо же пойти благословить народ. В этот момент папа отвечает, что это было слишком нарочито. Скажем так, банальным сознанием русским это кажется большой ошибкой. Потому что папа не стал политиком в этот момент. Он не благословил народ. Но с точки зрения Господа Бога, все это было сделано правильно. Смысл весь этого сериала стоило в том, что Господь Бог является руководителем, все-таки царь, а не каким-то там помощником. Но папа пытается, по крайней мере, эту идею впаривать даже своим собратьям по Ватикану. Нет, ну вот мы сейчас смотрим на, так сказать, религиозных политиков. Но он же своих кардиналов все время учит, как верить в Бог. Он же их обучает этому весь сериал. Ну тем более, да, и еще вторая кульминационная сцена. Он их возвращает к Богу. Первая кульминационная сцена, да, это когда он молится на заправке. Вы помните, нет, самое, да, так сказать, когда он приказывает как-то же остановиться. Так, и что же наш папа? Наш папа? Да. Не молится на заправке, потому что он является патриархом сам. Он является абсолютно властителем русского народа. Ему все равно. Он сам является Господом Богом. Для него ничто не столько морачит. Понимаете, он забыл о русском народе. Потому что он знает, что русский народ со времен товарища Сталина может терпеть все. Да, какой же это Бог, если он забыл о народе? Вообще-то Богу положено на народе. Мне кажется, сейчас более рациональные времена, чем времена Сталина. Или тем более царистские времена. Я думаю, что президент, как и другие деятели руководства страны, прекрасно отдают себе отчет, что люди оценивают. И оценка эта может колебаться в зависимости... Может, только что сказали, что не может. Не может. Не может. Не может. Дмитрий. Не может. Если ситуация изменится качественно, конечно, может. Так все-таки, ага, ну вот, начинаем все сначально. Так если она качественно изменится, а вы имеете в виду, конечно, экономическое все-таки качество, правильно? Никакого экономического отношения. Да, я согласен полностью с Дмитрием. Мы же только что так хорошо поговорили. Да. Как же так? Как же качественно? Когда не имеет никакого значения экономика. Соглашались же только что пять минут назад. Ну, слушайте, ну вот такой фразой, что вообще не имеет значения экономика, я не произносил. Ну, конечно. Я сказал, что в России не голосует Кошельков. Хорошо, тогда опишите, что должно случиться, чтобы люди, ну, не так, ну, были убеждены, что есть, ну, по крайней мере, альтернативный бог, не только один. Что должно случиться? А на Россию происходит там, наоборот. Как качество? Что такое качественное? Сначала происходит переворот, и возникает альтернативный бог, а потом люди начинают в него верить. А так и должно быть по Библии. Так вот, что такое качественное? Боже возникает сначала. Что такое качественное? Это системная нестабильность, это ухудшение, там, падение уровня жизни на несколько раз, причем очень резко. Что уже звучало за последние годы, но... Это неправда, это неправда. По паритету покупательных способностей, даже если, так сказать, ориентироваться на эти сюжеты, он, так сказать, не упал несколько раз, можно говорить, там, на 15-20%, например, но никак не в несколько раз. Как мне, извините, пожалуйста, Юрий из Кузбасса, извините, что вы долго ждете, потому что про покупательскую способность, говорите, пожалуйста. Юрий, здравствуйте. Уже отключил, я, простите меня, я не заметил, но вот из Барнаула Сергей звонит, здравствуйте. Пожалуйста, вот, насколько выросли цены на продовольствие, я бы хотел бы узнать. Что там, что вы хотели? Насколько выросли цены на колбасу? Да, насколько у вас там цены на колбасу? Хорошо, давайте без колбасы, просто что хотите, то и говорите. Сергей, говорите. Алло. А то у меня уже отключился Кузбасс, да. Вы слышите меня, алло? Вот теперь слышим. Ага, добрый вечер. Я бы вот хотел сказать, заметить, слушая вашу программу, что вот, господин Политовок, оппонент Николас Александрович, к сожалению, по-моему, Куликов, да? Дмитрий Орлов. Здесь Политовок и Синис Фаджик Александрович. Ага, да, да. Ну, в принципе, практически одно и то же. Дмитрий Иванович. Вот, вот, вот. Так вот, я хотел сказать, что становится впечатление, что Дмитрий Иванович – это Политовок, но Политовок города Москвы, а не России. Потому что настоящий Политовок должен быть все-таки Политовоком от Москвы до самых двух окраин. Так, почему? Чего он не учел, да? Я живу в глубинке, ну, относительно Москвы. Так вот, я хочу сказать, что, да, конечно, у нас есть очень много богатых людей и очень много богатеющих людей. В основном это чиновники, люди, работающие в госструктурах. Ну, только я знаю, я потому что работаю в сфере услуг. На самом низовом уровне. Так вот, а рабочие люди, теми, с которыми я непосредственно общаюсь, до такой степени уже люди находят, что уже, ну, элементарная вещь, скажем там, стоматологию не могут себе делать и так далее. То есть люди беднее. Отношения к господину Путину у них, я вам скажу так, да, конечно, где-то в общих каких-то кругах они, ну, в общем, так-то, ну да, хорошо, молодец, туда-сюда, там, с Крымом и все такое. Но, если ты говоришь с ним наедине, я не могу привести вам лично фразы те, которыми они оценивают и деятельность, и самого господина Путера. Это непечатная, в общем-то, вещь. Поэтому, я не знаю, какие у вас там проводят опросы, но народ все больше и больше, грубо говоря, зверей, тихо зверей, понимаете, тихо, тихо, тихо. Ну, видите, Сергей, все будет очень просто. Что будет превалировать, вот когда он будет сам наедине с бюллетенем? Путин молодец, как вы говорите, вы же говорите о том же самом человеке, который говорит, он молодец, при этом, конечно, я зверею, но вот в этом он молодец. И вдруг это будет доминировать на участке, в том, в чем он молодец. Прежде всего, по поводу, так сказать, московского и немосковского, я за прошедший год был в 16 регионах, в нескольких был 10 раз, много раз. И ситуацию достаточно хорошо себе представляю. Есть действительно проблемные места, их когда-то британская аристократия называла гнилыми местечками, накануне избирательной реформы 1832 года. Есть места, есть регионы, где значительные проблемные протестные группы, есть моногорода, где высокий уровень безработицы, некоторые моногорода, не очень высокий уровень жизни. Да, в общем, проблем на самом деле много, но все дело в том, что восприятие реальности, которое сложилось у любого участника такой проблемной или протестной группы, или человека, который работает на предприятии, спрос на продукцию, которая серьезно ограничена. Естественно, это особое восприятие. Это восприятие кризисное, катастрофическое. Не надо путать его с общей социологической картиной, которая, по данным всех трех ведущих социологических центров, в том числе Левада-центр, который, в общем, оппозиционно настроен по отношению к власти, она практически едина. Ну, хорошо, есть Задорин, есть Башкирова, это все, они просто не проводят социологических, общей социологической, ну, картин-то одна и та же. У нас 2017 год, сейчас, у нас столетие революции. И, конечно, в конце 1916 года весь русский народ поддерживал в полном объеме императора Николая II. Нет, в конце 1916 года уже не поддерживали. А русский народ, да, элиты не поддерживали уже. И вот приходит генерал Алексей Фарусский, а вы историк, Дмитрий Иванович, вы хорошо это знаете, лучше, чем я, потому что я не историк. На станции Дно. Да. Ну, по моим данным, это было не на станции Дно, а в Пскове. Но просто станция Дно, это очень красивая метафора, потому что это должно быть на дне, как говорили Алексеем Арчем Егорьевичем, да? Как и Болотная площадь, это не площадь революции. Слушай, абсолютно, да. Ну, потому что, как Эдуард Ильич Лимонов нас учил, что, собственно, все провалилось из-за того, что вы ввели с площади революции на Болот. Я, кстати, в значительной степени поддерживаю эту готовность. И говорят, уважаемый, нет, не уважаемый, ваше императорское величество, простите, я что-то перепутал формулировку, не хочется вам уйти в отставку, потому что народ вас совершенно не хочет. Дальше императорское величество спит несколько часов, как вы помните, и говорит, нет, я что-то, а как быть, говорит императорское величество. А так, что надо передать власть вашему брату Михаилу, вернее, Алексею, приемственному Михаилу. Ну, хорошо, говорит императорское величество, но передумывает и посылает депешу в Петербург о том, что он отказывается от отречения. Но уже эта депеша никому не важна. Поэтому, понимаете, все эти рейтинги, они существуют постольку, поскольку народ считает власть легитимной. Вот пока император не отрекся от престола, он легитимен. Когда он исчезает, он перестал быть легитимным. И между этим нет никакой разницы, нет никакой градации, понимаете, количественной. Это качественное понятие. Ну, давайте все-таки заметим, что отречение императора от престола и пресечение таким образом династии Романовых состоялось все-таки раз в 300 лет. Вот эта точка, опасная точка делегитимизации системы и ее распада, она произошла один раз за 300 лет. Да, потом, так сказать, темп ускорился, бег истории ускорился, да, в 91-м году. Но тоже это был достаточно значительный период. Поэтому полагать, что, значит, ценностная или более широко сакральная основа системы распадется так быстро, это маловероятно. Я все пытаюсь понять, что означает в современном российском варианте отречение. Это значит, я не иду на выборы и становлюсь тем самым нелегитимным. Что такое отречение в этом варианте, что это значит вот сейчас? Я в последние годы начал изучать техоанализ и открылась мне со скрипом истина, как сказалось в ужасной песне, говорилось, да. Владимир Владимирович, человек всегда говорит о том, о чем он хочет сказать. Даже формально он об этом не говорит. Владимир Владимирович все время говорит такие вещи, например. Вот я приезжаю в какие-то страны и не могу там даже погулять. Говорит. Да. Ну, наверное, так и есть. Ну, да. То есть, если так... Нет, это безусловно так и есть, а просто он об этом и говорит. Да, я приезжаю в аэропорт, приезжаю на прием, там, сказать, на встречу с каким-то важным должностным лицом, уезжаю в аэропорт. Да. И дальше ему ужасно хочется пожить. Важнейшая психологическая проблема Владимир Владимировича Путина является то, что он не пожил. Потом в 47 лет стал президентом. Но он сделал для себя выбор, пожить или президентом. Все-таки он продолжает, он хочет пожить, но при этом президентство перевешивает. Вот и все. Это же решать-то для себя нужно. Нет. Там не получается... Это выбор сделал не он, а Борис Николаевич Ельцин. Ну, хорошо. А Путина человек долго. Кроме того, есть... Он должен держать трон. Есть знаменитая... Все оставшуюся жизнь по завету Ельцина. Да, да. Есть знаменитая работа Зигмунда Фрейда, в которой фактически написано «Нашей соотечественницей рожанкой Ростова-на-Дону». Это вот Сабина Шпилерейн, причем это настоящее имя, это не псевдоним. Мария Ивановна из Твери, мы вас слышим, мы скоро поговорим с вами. Не волнуйся, я боюсь, что человек подумает, что мы о нем не помним. Да, бывает случайно, что действительно россиянка из Ростова называется Сабина Шпилерейн. Ну, бывает, да. И вот эта работа называется по ту сторону принципа удовольствия. Точно описана карьера Владимира Чепутина. Я призываю всю нашу аудиторию, я не утверждаю, что она очень большая, и не преувеличиваю ее влияние. Но поскольку мы все здесь сидим, мы тем самым считаем эту аудиторию влиятельной, иначе бы мы сюда не пришли. Правильно? У нас очень большая аудитория, конечно, подтверждает. У всякого человека есть мотив уже приходить, да? Вот если я считал, что эта аудитория не влиятельная, я бы сюда не пришел. А раз я сюда пришел, я считаю эту аудиторию влиятельной. Большая и влиятельная. Там написано, как все устроено, и устроено это так, что там, собственно, впервые, благодаря собитанию Шпилерейн, Господи, Путин, это, так сказать, оговорка по Фрейду, Фрейд, по которому была оговорка, понял, что есть не только эрос, но и тонатос, что у человека есть инстинкт саморазрушения. Да. И поэтому, когда меня спрашивают, почему Путин совершает контрпродуктивные шаги, которые вредят ему самому, я немедленно отправляю его к этой работе, которую должны были читать все, почему это никто не читал. Как никто не читал «Оно коренью, войну и миру» и так далее, и так далее. А потом все собираются, вот все люди, которые не читали «Оно коренью, войну и миру», и что-то еще обсуждают, черт-то бери. Вот. Значит, и там сказано, что в этой работе, что человек проходит всегда цикл саморазрушения, который фактически приводил к жизнему успеху. Давайте проанализируем. Как Владимир Владимирович приходил к жизнему успеху? Он приходил к нему так. Он же защищался, он всегда капитализировался, выгоды приобретал на распаде, то есть система, которой он скушил. Сначала был Советский Союз, и он типа был офицером в Драждане. Он был директором Дома Советской Культуры в Драждане. Дальше он придумал легенду, сейчас становится полным фейком, абсолютным о том, что он защищал Дом Советской Культуры в Драждане, а немцы вышли его штурмовать. Он никогда не говорил об этом сам. Правильно, потому что он никогда такие фейки не воспринимает сам, он воспринимает это косвенно. Он правильно делает, чтобы ему не предъявили это непосредственно лично. Потому что всякий человек, который провел хотя бы несколько дней в Германии, а я там провел несколько лет, понимает, что немцы не выйдут штурмовать Дом Советской Культуры. Это абсолютно исключено, это не в Монголии происходит. У немцев нет такого инстинкта, вы хотите что-то штурмовать. Хорошо, так. Да, значит, и так. Пришел распад Советского Союза, которым он защищал. К которому он служил, да. Да. К чему это привело? К тому, что он стал первым заседителем мембария Санкт-Петербурга, фактически главой Северной столицы, потому что Анатолий Александрович Шопчак, его босс, не интересовался управлением государством, он интересовался самолюбованием. Но в конце 90-х что, извините за вопрос, ребром? Нет, в 1996 году рухнул Анатолий Александрович Шопчак. При этом Путин был начальником штаба Собчака. То есть вы его к системе приравниваете? Нет, непосредственно. Система Собчака рухнула вслед за системой Советского Союза. Нет, он непосредственно был ответственным за поражение Собчака на выборах. Что же явилось следствием этого? Потому что он стал президентом Российской Федерации. Потому что привели в Москву, он стал директором ФСБ. Поэтому сейчас он пошел на третий круг. Как бы у Вадима Семеновича Высоцкий. Винейт Сэмбрук, пошел на третий круг. Он сейчас хочет обрушить Российскую Федерацию. Нет, конечно, это его пригласить в эту студию и спросить, Вадимович, вы действительно хотите обрушиться Российской Федерации? Мне кажется, вы обалдели совершенно. Ну что, я главный язык. А в каком смысле обрушить? Что сделать? А вот аннексия Крыма. Война с Соединёнными Штатами Америки. Трамп уже оказался нашим главным врагом. Только что он был нашим главным союзником. Нет, еще его не объявили врагом. Подождите, вы забегаете вперед. Да нет, но не объявили, потому что еще прошло несколько дней. Да, да, да. Вот, собственно, сейчас он идет на разрушение Советской Федерации и крушение себя. Нет, то есть это вам кажется, что вот эти его шаги приводят к крушению Российской Федерации. Сам он, видимо, сознательно этим не занимается. Сознательно, сознательно нет, бессознательно да. Совершенно не исключено. Но история, конечно, покажет, что эти шаги как раз будут способствовать укреплению Российской Федерации. Ну, по крайней мере, так, сознательно. Я имею в виду не войну с Америкой, никакой войны с Америкой нет. Есть жесткое отставление национальных интересов. И я так понимаю, что как раз новая американская администрация при всех условностях и претензиях, она готова говорить с Россией об интересах. Не о ценностях, не о месте нашей Америки. Но что еще важно, на мой взгляд, Путин всегда руководствуется стабильностью и целостностью системы. Вот посмотрите, почему он летом и осенью прошлого года, сильно скорректировал курс. Какой курс? В пользу меритократии, в пользу молодых технократов в центре, а теперь и в регионах, в пользу диалога с активистскими группами бизнеса того же. Посмотрите, сколько месседжей он посылает бизнесу. И бизнес отвечает инвестициями и так далее. Так что вот эту... То есть в прошлом году Путин корректирует курс в пользу диалога. Вот посмотрите, молодые технократы к власти приходят. Когда же не было ощущения? Пользу диалога он корректирует музыку. Он, по-моему, каждые полгода в прямой линии с народом только и делает, что диалог видит. Очень меняется. Очень меняется. Курс этот как раз направлен на стабилизацию и укрепление системы, а не на ее саморазрушение. Давайте Мария Ивановна из Твери послушаем. Я просто не ручу. Мария Ивановна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы нас простите, что мы вас не слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Прямо с чем собираться на трон Путину, ему бы неплохо бы за взрывы домов отчитаться, за следователя Три Пашкина, за детей Беслана, за ***, за 11 тысяч погибших на Украине или в Украине, за детей Сирии, за нищих пенсионеров, в конце концов, за страну, от которой отвернулся весь мир. По-моему, ему сухари надо сушить, а не на трон собираться. Ну, спасибо вам за звонок, но он никогда на себя не запишет все, что вы ему... Нет, 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 это не совсем так. Мария Ивановна излагает презентационный набор таких штампов. Он запишет, он записал это на себя. Просто он считает, что это было необходимо для спасения страны. Потому что, как говорил Екатерина Вторая, на троне друзей не имеешь. Нет, он считает или он думает, что считает? У вас же все время, вы же расчленяете все эти понятия. Ну, конечно, думает, что считает. То есть, естественно, да, да, разумеется. Вы очень правильно поставили вопрос. Ну, потом, действительно, есть были... Всегда есть действия, которые предпринимаются в логике развития событий или политической эскалации, между прочим. Я не думаю, что все действия можно предсказать. Вот еще Юрий... Иногда просто нельзя отступать. Юрий из Кузбасса, он еще раз дозвонился. Юрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Хорошо, что вы... Здравствуйте. Очень плохая связь. Путинский режим достиг апогея, загнивания. Это уже становится невыносимым. Постоянное вранье, воровство, оголчелая телевизионная пропаганда. Это тренинг на теле России. Сколько он еще возможен? Вопрос Белковскому. Спасибо. Вопрос Белковскому. Вопрос Белковскому. Если можно, я отвечу сейчас на этот вопрос не в прямую. Вам покажется, что я ушел от темы, да? Только недалеко уходите. А то тут у нас молится. Недалеко, потому что времени у нас мало. Да, времени у нас мало. Малые звонков много вам. Метафора же, цена метафора, ладно. Я разговариваю метафорами, и это многих раздражает, я понимаю. Почему он говорил притчами? Извините, Станислав. Руку. Да, Иисус Господь говорил притчами, да. Возьмем Соединенные Штаты Америки. Вот что происходит в Соединенных Штатах Америки? Что официальная пропаганда транслирует грандиарную победу типа России. И вы же понимаете, что когда рассказывается про то, что российские хакеры привели к власти президента Трампа, Дональда Джей Трампа, и Дмитрий Сергеевич Песков объясняет, что это не так, вот в этот момент у российской власти наступает дикое эротическое возбуждение. Потому что когда тебя спрашивают, а правда ли, что спал Мерлин Монроу? Ты говоришь, конечно, нет. Но сама версия о том, что ты с ней спал, она переполняет твое существование. Вот такой психологический эффект. Другое все-таки переполняет существование. Формально отрицаем, фактически подтверждаем. Это то, чем занимается российская власть. Но, к сожалению, есть еще американская власть. Есть американец. Который потому и стал американцем. Потому что он прибыл в Соединенные Штаты Америки и колонизировал эту территорию. И он сделал так этот американец. Он ликвидировал сначала британскую корону. Так неожиданно, да? Которая была правила всем миром в этот момент. Потом прошло очень много этапов. Он ликвидировал рабство. И причем ликвидировал республиканская партия, которая представляет Дональд Джей Трамп. Та партия, которую основал Авраам Линкольн, убитый за это. Но не все понимают, что... Многие понимают, но я прошу прощения. Но не все. Что быть убитым за свои идеалы – это сладостно и почетно. Как он говорит, за Родину. Это не является неудачей. Потому что если тебя убили – это очень хорошо. Извините за вот это парадоксальное суждение, которое я вынужден привести. Значит, заслужил. Всей своей жизнью заслужил, чтобы тебя убили. Конечно, конечно. Потому что тебя же примет Господь Бог на лоне Авраама. Нет, ну и другая в жизни. Нет, нет. Он как? Это описано все в Евангелии. Ну мало ли, что описано в Евангелии. Значит, вы не христианин. Я понимаю, поэтому вы критически относитесь к этому суждению. Да нет, ну пока сейчас мы говорим о логике жизни. По логике жизни вы говорите, что хорошо, что вас убили, потому что у вас вся жизнь вот так сложилась. Да. Иначе бы не убили. Иначе бы не убили. Нет, нет, не фаталистическая. Фатализм – это восточная теория. А мы говорим о христианской теории, в которой фатализма нет. Так вот. Я просто переживаю. Американские, вы переживаете за то, что, во-первых, у нас висят на проводе слушателей, а во-вторых, за то, что у нас кончается эфир. Нет, я не оживаю, что вы никак не скажете, сколько же Путин будет издеваться над народом. Вот как у вас спросили. Да, да. Как устроен американец? Значит, он сместил сначала Хиллари Клинтон, объяснив, что это тотальная система лицемерия, которую она олицетворяла, не годится. Ну, просто так американец решил. Потом есть только два человека во Вселенной, два живых существовало во Вселенной, которые точно предсказывали победу Трампа, кроме, конечно, третьим был Дмитрий Орлов. Нет, я не подсказывал, я считал, что победит Клинтон. Я тоже так считал, но я считал, что Трамп может победить, но скорее отдавал, большую вероятность отдавал победе Хиллари Клинтона. Это Майкл Мор, режиссер известный. Я после второго тура дебатов решила, что Трамп победит, посмотрев. Да. Потому что женская интуиция существует, а мужской нет. А аналитики у нас все мужчины, поэтому никакой ничего не Но есть политические животные, которые живут политической интуиции, как Трамп. Да, Майкл Мор сказал. Например. Или как Жиринов? Что мой народец, вот он примерно так это сказал, конечно, выберет эту сволочь. И потом на митинге он публично сказал, что единственное оружие наше против Трампа это юмор, потому что это самый такой кожей из подонков. Так. Танислав, я сейчас заплачу. Оттого, что я очень долго говорю. Да. Оттого, что вы долго говорите, оттого, что вы никак не отвечаете. Да. Вы заплачете не поэтому, а потому что сейчас вы услышите вывод, который я сделаю из моего высказывания. Я сплачу. Надеюсь, что вы засмеетесь. Я за всех засмеюсь. Я за всех засмеюсь. Я за всех засмеюсь. И второй был Аллан Лихман, он вашингтонский профессор, который с помощью системы 13 шагов точно предсказал, почему Трамп победит. Эти же люди абсолютно, которые, в отличие от нас, не ошибались, которые были абсолютно правы, а мы ошибались, они не предсказали, что Трамп не достиг до конца первого срока. Морель басни такая, я заканчиваю, что, ребята, если вы хотите, чтобы вас не унижали, чтобы вас не уничтожали, чтобы вас не расстрелили, чтобы вас не отправили в ГУЛАГ, пожалуйста, будьте тем американским народом, который сначала уничтожил Хиллари Клинтона, а потом сейчас уничтожит Дональда Трампа. Будьте собой, испытывайте чувство собственного достоинства, культивируйте его в себе, не подчиняйтесь этому, не подчиняйтесь власти, будьте гражданами, потому что ваши права зафиксированы в всеобщей декларации плав человека и в конституции той страны, в которой вы живете. И не смотрите в рот вот этому всему, того, что вы видите. А вот когда вы перестанете это делать, тогда вы перестанете спрашивать несчастного Белковского, которого никто не знает, который не имеет никакого значения для этой страны, никакого абсолютно ничего, почему все так плохо. Не спрашивайте об этом меня, спросите об этом себя. Пожалуйста. Ольгу из Смоленска послушаем. Здравствуйте, Ольга, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я из Смоленска, я вот уже девушке все рассказала, сейчас вам расскажу. По поводу инфляции хочу сказать. Вот цены наши выросли минимум на 50%, максимум и на 200, и на 100 с лишним процентов, коротко говорю. Я работаю, сейчас скажу по поводу еще продукции. Я работаю на предприятии, которые производят колбасу, мясо, ну сосиски, вот это все. Наши объемы упали в 2-2,5 раза, людей сокращают, пенсионеров отправляют на пенсию. В газете местной написано 14 предприятий, у нас перешли на неполную рабочую неделю в связи с нехваткой финансирования. Вот, зарплата у нас в Смоленске в среднем 15 тысяч, 20, где-то за счастье людям найти. Поэтому вот уважаемый оппонент Белковского, либо владеет, либо, я не знаю, по какой цели он все это приукрашивает, что он с этого имеет. Нет, Ольга, мы вам очень благодарны за то, что вы описали вот эту картину, это всегда очень важно и полезно узнать. Но речь же не об этом, о том, насколько влияет, вот, собственно говоря, гость наш Дмитрий Орлов, он говорит, что это не этим голосуют, не экономикой голосуют люди, не ценами на колбасу они голосуют, и даже не о безработице, что какими-то другими мотивами они руководствуются. Знаете, все дело в том, откуда, из какого, так сказать, фокуса, из какой точки смотреть на ситуацию. Вот давайте представим себе... Ольга, вы не отключайтесь, вы нам потом скажете. Я позволю себе тоже, так сказать, несколько отлучиться от темы. Посмотрим, допустим, на Тверскую улицу, улицу Горького, 50-х годов, залетая солнцем, прекрасная, фланирующая молодежь в, я не знаю, модной одежде. И, так сказать, кажется, что мир прекрасен. А в это же время, там, значит, есть, там, диссиденты или, так сказать, борцы с системой, которые сидят там в тюрьме и смотрят, да, и, значит, смотрят там какие-то люди, допустим, живя по адресу улицы Горького, 6, смотрят на этот прекрасный мир. И он кажется им дивным. И, кстати, в Ясенево, там, где жилье намного хуже, люди тоже смотрят на новый мир, на солнце и так далее. А есть люди, которые сидят... В Ясеневском лесу они смотрят. Ну, например, да. Это имеется в виду службы внешней разведки. Да, да. А есть... А вы главное управление. Нет, я имею в виду просто отдаленный район, но, тем не менее, недавно заселенный, тоже оптимистичный. А есть тюрьма какая-то, в которой находятся политические заключения. Они смотрят на мир сквозь маленькое окошко, которое закрыто решеткой. Вот я хочу сказать. Это не значит, что люди, которые звонят в эту студию, они так смотрят на мир. Но, определенно, те жизненные обстоятельства, в которых они находятся, они предопределяют их точку зрения. А выбор? Это вопрос предопределяет ли они выбор? Это неизбежно. Им кажется, что инфляция, так сказать, чрезвычайно высока. Понимаете, вот, можно я хочу сказать... То, и главное, они экстраполируют, переносят те проблемы и страдания, которые есть у них, на ситуацию в целом. Понимаете? А ситуация в целом совершенно не так. Я-то все понимаю. Совершенно если не сли хилл и клин, но сейчас несут правду. Дмитрий, я думаю, это все понимаю. Да, да, да. Я думаю, что экстраполируют ли это? Они на свой выбор, и вы вдвоем сказали, что нет. Есть христианская идея Кеннезиса, которая стоит в самом уничужении еще Господа Бога. В самом уничужении. Потому что Господь наш и Бог наш, да, Иисус Христос? Я знаю, что вы не христианин. Да Бог с ним? Нет, подождите, я это процитирую, потому что формально у нас, кажется, православная страна, у нас же духовные скрепы. Только когда ты начинаешь рассуждать о христианстве, выясняется, что христиан нет. Светская государство. Да, 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 она атеистическая. Да, Господь наш и Бог наш. Это написано в Евангелии, придуманнее. Он приезжал с процедуры самоуничужения и стал человеком. Как Борис Иоанневич Пастернак трактовал в своем известном стихотворении «Гефсиманский сад», входящем в стихи доктора Живаго. Уже ли тьмы крылатых легионов Господь позвал мне туда? Тогда и волоска, на мнение тронов, враги рассеялись без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Теперь должно прочитано сбыться. Теперь же сбудется, но аминь, аминь. Поэтому самоуничижение, оно очень важно в понимании, собственно, и самой политической философии. То, о чем говорит Дмитрий Орлов, понимаете, хорошо ли происходит экономическая ситуация, нехорошо ли происходит экономическая ситуация. Это совершенно вторично и третично, я бы так сказал. Ну, собственно, мы в этом сходимся. Сегодня вопрос стоит в том, когда, в соответствии с христианской докторой, вся эта история должна закончиться. Вы ждете апокалипсиса? Да. Встадников. Да, встадников. Дорогие коллеги, можно мы посмотрим опрос, как отвечали наши прохожие на вопрос, начал ли Владимир Путин свою избирательную кампанию. Это же очень интересно. Начал ли Владимир Путин избирательную кампанию? Конечно, еще давно начал. А в чем проявляется? Совершает исторические события, представит парковку. Парковка классная стала у нас в Москве. Это единственный минус, но это больше к мэру относится. Да, он прям молодец, прям тротуары такие, качельки вот здесь висят. Нам очень нравится. Вот мы сюда ездим каждую неделю практически, особенно цена за парковку такая демократичная стала. Как он всегда рассуждает, я бы, я еще пока не знаю, буду ли я баллотироваться, либо нет. А зачем ему начинать? Ему ничего уже не надо. Его вот так спокойно выберут, если ему надо будет. А если он не захочет, его не выберут. У него конкурентов нет, он все зачистил уже давно. Я думаю, да, давно. То, что у них происходит в их системе, я думаю, там довольно-таки все жестко. И, наверное, работа идет, и работа производится очень большая. Не знаю, у меня такое ощущение, если честно сказать, мне кажется, изначально, как прошли выборы, она сразу же после выборов началась опять. Я так лично думаю. Но там это все понятно, что в любом случае, как бы не было, все равно он выберет. Его выберут. То есть, это уже понятно, что он будет президентом. Мое мнение, что еще рановато. Да, почему? Потому что не те еще условия, не та обстановка. Очень много проблем, которые надо, видимо, вначале в какой-то степени решить, для того, чтобы заявить о том, чтобы идти на выборы. Поскольку, для того, чтобы идти на выборы, нужны более позитивные перемены в стране и в обществе. Я вот так думаю. А зачем? Если не Путин, то кто? Не знаю, мне кажется, что у него постоянно избирательная кампания. Ну, во-первых, постоянное появление в телевидении на разных каналах. А потом, я другого человека не вижу, который бы мог вместе с ним выходить на выборы. Не знаю, может быть, плохо освещается это телевидение, может быть, плохо освещается в газетах или еще где-то в СМИ. Ну, я думаю, что, наверное, начал. Это видно. Я думаю, еще рано. Даже нет намеков. Не думаю, он в своей политике доказывает, что он достойный. Достойный себя и этого места, которое он занимает. Честно, не замечал такого. Хочу вернуться к тому, с чего Дмитрий начинал. Вот эта история, она меня тоже очень, ну, не насмешила, но заинтересовала с тем, что Единая Россия будет в какой-то момент объявлять избирательную кампанию. И участвуем мы в ней или не участвуем, и с кем будет. Ну, как это все будет? Нет, нет, это говорил Медведев о том, что не надо торопиться с началом президентской кампании. Да, но она начнется, это будет объявлено. И вот наш кандидат. И вопрос стоит, какой будет кандидат от Единой России, или не стоит? Вопрос в этой кампании есть вообще такой? Существует или он снят навсегда? Вопроса этого нет. Вопросы совсем другие, на самом деле. То есть, вопросов с кандидатом нет. Вопросы совсем другие. Вопрос в том, на какие группы президент будет опираться, и как он будет расширять, и будет ли расширяться опираться. Ну, подождите, ну, слушайте, Санислава. Значит, будет ли он расширяться вообще, и за счет кого? И вот эти молодые технократы, которых он назначает, это кому адресован? Например, значит, как будет осуществляться избирательная кампания, как он будет побеждать? Нет, 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 это не наш вопрос. Будет ли либеральный спарринг-партнер, и кто это будет, если будет? Отличная. Это интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Выборы либерального спарринг-партнера на съезде Единой России. Гениально. Почему на съезде Единой России? Как, а где же еще их выбирают? Ну, слушайте, это, так сказать, либеральная среда должна выдвигать, так сказать, выборы. Она сейчас очень, на самом деле, в грустном состоянии. В четверг, в очень грустном состоянии. В четверг, в пятницу, в очень грустном состоянии. Мне еще, мне понравилось вот это вот предположение, женщина, которая говорила, что они, наверное, есть, но мы о них не знаем, телевидение не дорабатывает. Может быть, они существуют, те люди, которые способны составить ему конкуренцию. Но не все знают. Нет, ну, конечно, их сейчас реальную конкуренцию, то есть, понимаемую, как получение сопоставимого результата с тем, чтобы выйти во второй тур, такой конкуренции не может составить Путину ни один российский политик. Даже его главные оппоненты, лидеры системных партий политических. Нет, но он может, но ему не дадут. Что значит, не дадут? Ну, как, ну, не дадут. Нет, смотри, может тот же самый представитель Единой России. Он сильный губернатор, эффектный, молодой, перспективный, пробинутый. Ну, назовите, вы же абстрактные, пускай, модели. Вы знаете, теоретически можно и Собянина раскрутить в качестве кандидата. Молодой, энергичный. Он молодой и довольно энергичный, и не политизированный. 59 лет? Можно, можно 59 лет спокойно. Ну, допустим, он 70 лет человеку в Америке и ничего. То есть вы считаете, что он может стать кандидатом? Ну, если ему позволить пойти на равные выборы, так же, как когда... А кто ему не позволяет? Может быть, дело в том, что он соблюдает правила игры? Конечно, конечно. Даже как партия не отпустила, и сам себя не отпустил, как Дмитрий Анатольевич. Он, в принципе, теоретически с поста президента, он же тоже мог выйти, войти в избирательную кампанию. И как все ждали этой схватки гигантов. Она же могла бы, в общем, где-то, ну, с каким-то процентом, может быть, даже... Нет, это был бы раскол правящего класса, это невозможно. Мы говорим о том, что правящая лица выдвигает одного, а, так сказать, оппонента, они вне. То есть выдвижение любого сильного кандидата, любого сильного губернатора есть раскол. Все, вот и все, вот все выборы. Выдвижение любого сильного хозяйственника из вот этой среды, руководителей, которых знают люди, которых признают, про которых сегодня рассказывают... В мире невозможно. Как это можно выдвигаться, если есть один кандидат от власти, правящая лица? В мире невозможно, чтобы губернатором штатов состязались на выборы? Подождите, когда правящая лица определилась... Вот так, кандидат, отспал Франциск. Когда правящая лица определилась, альтернативная игра уже невозможна. Если Трамп, условно говоря, выдвинут кандидатом от республиканской партии, Рубио не может уже выдвигаться самостоятельно, правда ведь? Это противоречная партия, дисциплина, логика и так далее. Прямо выдвигался во многом вопреки мнению истеблишему... Но когда он стал кандидатом, извините. ...республиканской партии, да, потому что бывшие государственные президенты, государственные секретари, Колин Пауэлл и Кандализа Райс, бывшие президенты, Джордж Бустарший, Джордж Младший, выступали против него. Но они же не бросили ему вызов, понимаете, выдвинувшись сами. Они не сделали этого, они присягнули определенные правила. Они бросили ему вызов, когда, знаете, Джордж Буш-старший с женой своей Барбарой Буш залег в больницу в день инаугурации. Ну, послушайте, такие можно сигналы когда угодно присылать. Нет, нет, нет. Это вот все, понимаете, наше русское ощущение, что моральный авторитет не имеет никакого значения. Да, что имеет значение только авторитет власти с ее, абсолютно же, войсками, которые она сейчас на тебя пошлет, с ее дубинками. Нет, моральный авторитет не имеет значения. И когда Джордж Буш-старший не пришел на инаугурацию Дональда Трампа, я вас уверяю, что для американского общества это был очень важным сигналом. Вот можно рассказывать все, что угодно. А почему у нас моральный авторитет не имеет значения? Вот роль Явлинского в российской политике, это разве не признание авторитета? А роль Явлинского в российской политике это признание авторитета, которое на нулю. Ну, я не знаю, он периферийную роль, конечно, играет, но все-таки значимый. Вот этого самого, в том числе... Нет, при всем уважении Григория Алексеевича, при всем личном уважении Григория Алексеевича, я сейчас не оцениваю его лично. Я говорю как пример, и таких фигур немало. Он был лично высоко, хотя бы уже потому, что это один из немногих людей в России, который знает украинский язык ненамного хуже, чем я. Ой, ну это странный критерий, мне кажется. Это, скажем, одно из немногих его достоинств. Но потом он родился же на западной поле. Он родился во Львове, да. Но он в российской политике не имеет никакого значения. И, понимаете, поход на выборы, человек, который получит 0,8 процента, точно знает, что он их получит. Ну это такое садо-мазо. Знаете, это вот уже Фрейд и Юнг в этот момент просто на том связи. Я про роль моральных регуляторов. Явлинский не является никаким моральным регулятором. Но Буш является сейчас моральным регулятором старше. Он является авторитетом, а не регулятором. Это не человек, который, понимаете, это типично русское сознание, что он будет один человек, который регулирует всю страну. Нет, Буш является регулятором одного сегмента страны. Но он им де-факто является. В Америке есть, и Майкл Мор является. И, конечно, может смеяться сколько угодно на тему, чтобы простой режиссер, обладатель золотой пальмы ветви Каннского фестиваля, критикует президента. Ну, потому что, конечно, президент может посрать сейчас немедлую полицию и арестовать Майкла Мора. Но почему-то президент этого не делает. Потому что Майкл Мор является своим моральным и эстетическим авторитетом. И Майкл Мор имеет право это сказать с митинга. А мы все время думаем, что все зависит от первого лица, который только все решает. Но, проще говоря, вы же согласитесь, что сильные, крепкие, уважаемые авторитетные хозяйственники в Соединенных Штатах как-то распределены по двум партиям, как минимум по двум, а в России они распределены по одной партии. Поэтому никакой конкуренции сильной мощности. Почему? В компартии есть Левченко, например. В, значит, справедливой России есть сильный. Да там же свой путь. Но компартия не выдвинет Левченко, потому что это закрытый клуб. Потому что это, значит, федеральное руководство партии в конце 80-х годов сложилось. Оно никого-то не пустит. Вот и все. Потому что там тоже есть Путин свой путь. Это ее роль. Это не роль едины России. Коммунистическая партия должна Левченко выйти. Но она этого не сделает. Вот к ней нужно адресовать. Ну, Левченко не говорит, нет, потому что он фигляр и клоу. Поэтому я... Он губернатор, яркий губернатор. Он уже слился. Он уже. Все. Инциденты спершены. Любовная лодка разбила события, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин. Это очень... Знаете, поэтому я считаю, что нужно... Два слова последнее. С точки зрения российской политической системы нужно сделать одно. Я понял, что оно сделалось. Я понял это только сейчас, благодаря Дмитрию Орлову. Что нужно все-таки дать право выбора, избирательное право животным. И выдвигать кандидатов в уголке дорого. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова